ПЕСНЯ 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 Интересно, каково происхождение слова СЕМЬЯ? Толковые словари дают две версии. Первая от слова СЕМЬ, у значения род, потомство. Вторая версия от СОБИРАТЕЛЬНОГО СЕМЬЯ. А вот после знакомства с семьей Аветисян, у меня родилась собственная версия о происхождении слова СЕМЬЯ, которая, на мой взгляд, состоит из двух слов. СЕМЬ Я. СЕМЬЯ Меня зовут Аня, у меня 11 лет, учусь в 5-м классе БМ. Меня Мария. В 1-м классе? В 1-м классе. Я ЛИДА. Меня зовут Лена, я учусь в 5-м БМ, мне 10 лет. Меня зовут Аванес, я учусь в 3-м классе. В школе 713, мне 8 лет. В школе 113. Как тебя зовут? Меня Артем. Скажи, как тебя зовут? Маргариточка. Маргариточка. Глава семейства – отец Семен, диакон Русской Православной Церкви. Он имеет высшее музыкальное образование и окончил Ереванскую консерваторию по классу Альта и композиции. Кроме этого, отец Семен имеет еще одну уникальную специальность. Он мастер по изготовлению и реставрации скринок. Его жена, матушка Екатерина, тоже окончила Ереванскую консерваторию по классу хорового дирижирования. Пела в хоре и вот уже теперь 15 лет сама регентует церковным хором. Фамилия Аветисян в переводе с армянского означает «благовещенский». Любовь, взаимопонимание, уважение друг к другу лежат в основе всех семейных отношений. Дети Аветисян унаследовали от родителей музыкальную одоленность. А первая встреча с музыкой произошла для каждого из них в храме. В определенные дни, по благословению настоятеля, детский церковный хор самостоятельно поет за богослужением. Субтитры создавал DimaTorzok 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 После долгих лет запустения обновляется храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что нельзя делать? Нельзя ругаться, разоманывать, возник соблюдать нельзя. В настоящее время стоит очень важный, очень серьезный для нас. Это наш квартирный вопрос, который мы уже сколько лет не можем решить никак. Семеро детей, маленьких мы с матушкой и родители, инвалид второй группы Отечественной войны, участник обороны Москвы. И вот у нас 3,9 метра на каждого из нас, меньше 4 метров. Очень трудно. Да очень тесно, дети не знают где заниматься. И в ванной, и чуть ли не в туалетную они идут. Если кто-то заболел, а болеют, если заболеют, то все друг за дружкой болеют. Изолировать невозможно. Да, изолировать невозможно. Девочки спят в комнате четверо, мальчики в коридоре спят. Спать еще рано, доченька. Спать еще рано. Вот игрушечка. Смотри, дудочка какая. Дудочка. Возьми дудочку. Дети из семи ави Тисян учатся в музыкальной школе имени Гнесина. По классовому фортепиано или скрипке. А Ванес учится играть на скрипке, которую сделал сам папа. А это семейный ансамбль. Скрипичные партии ведут Лена, Аня и Аванес. У рояля семилетняя Мариан. Добавлю, что в этом году в нулевой класс поступила и шестилетняя Лида. Музыкальные способности проявились даже у самой маленькой полуторагодовалой Маргариты. Родители рассказывают, что когда она ложится спать, то сама себе напевает колыбельную. Музыкальные способности проявились. Отец Семен и матушка Екатерина, кроме семейного хора, руководят еще двумя детскими хорами духовной музыки. В культурном центре Кунцево и здесь, в детской музыкальной школе имени Гнесиных. Изначально у нас все от храма шло, от богослужения. То есть мы, первая наша была задача научить детей петь в церкви на службе. Это самое главное. Учить гласы, церковный обиход. Но мы столкнулись вначале с трудностями такими, когда мы как музыканты профессиональные оба. Естественно, мы захотели, чтобы наши дети, не только наши вот дети, которые вот... Наша личная семья, да. А дети, которые к нам приходят и поют у нас, чтобы не на любительском уровне было бы их пение, тем более в храме, где такое благолепие, иконы, и все вместе взято. Это как служба торжественная, красивая, православная. Чтобы и пение было бы соответствующее. Я считаю, что этот хор явление уникальное. Естественно, государственные программы не предусмотрены. Учебные часы на духовную музыку. И этот хор, появившись в нашей школе несколько лет назад, ну, уже прочно занял свою нишу. Они определились с репертуаром. Они уже имеют постоянную публику. У них есть постоянные концертные площадки. И он занимает совершенно определенное место в нашей школе. Я, по-думу, коллектив пока еще не встречал. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У-ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ За него следим, взял по веке, аминь, 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 аминь. В этом году было празднование столетия Гнесинской школы. И для нас была честь выступить в Большом зале консерватории, нашим хором. И также мы выступили в Гнесинской академии, тоже на торжествах от школы. И в Рахманиновском зале консерватории выступали такие очень ответственные площадки. Гнесинской школы И в Рахманиновском зале консерватории Мы поем и на английском языке калятки, и калятки на украинском, на русском языке, на болгарском языке. Все-таки наша православная музыка, она глубокая музыка. И они очень любят ее. Они когда поют, я чувствую, в душе прям огонь зажигается. У них глаза начинают не то что страстью гореть, нет, это не страсть, это вот любовь, детская любовь к чистоте. Нам взрослым этого не понять, потому что мы из этого состояния, чистого состояния вышли. А дети, они еще не вошли в то состояние, в котором мы сейчас живем. Они именно находятся в той чистоте, и эту чистоту я им преподношу, чтобы они именно общались с нами. Нам нравится церковное песнопение, очень красивое, мелодичное. Это, ну, мое личное мнение, что нам, вот, православным людям, это как-то настраивает нас. Мы как-то, нам это, вот, лично мне это помогает жить. Это, ну, для меня это образ жизни, это вот гармония во всем. А вам, ребята, что дает вот в этом хоре пение? Силы, силы, чтобы жить. А тебе? Ну, не знаю, мне нравится, и вот, дальше у меня нету. Когда у меня плохое настроение, вот, например, я в церковь пойду, у меня оно поднимается, как будто я возвышаюсь. У меня просто успокаиваются нервы, и все. У меня две дочки поют здесь, у матушки, вот, это даже как-то ведет нас, то есть они как-то даже нас подвигают вперед. Вот, если сначала мы дали толчок, да, то теперь они, в общем, старшая дочь, по крайней мере, ну, а маленькая за ней подтягивается. Безусловно, это, конечно, влияет на атмосферу вообще в доме, в семье. Здесь все начинается с православия, не только вот с пения, это, конечно, большое подспорье, но вообще с того момента, когда ребенок приходит в храм. И вот тогда, когда он начинает исповедоваться и причащаться, мне кажется, тогда начинается какой-то рост. А пение, ну, если ребенок поет в храме, что может быть вообще лучше? Хор для нас стал семьей. Вот матушка, это наша мама, матушка, а отец Семен наш отец. Батюшка. Батюшка. Это вот эта идея основная все-таки соборности, она как-то вот именно в хоре, на мой взгляд, очень хорошо воплощается. Там, да веру, русская земля, много песен мы в сердце сложили, Вот спевали родные поля, беззаветно тебя мы любили, свято-русская наша земля. Высоко ты главу поднимала, словно солнце твоих посиял, Но ты жертвою поздности стала, Те, кто предал тебя и продал. И снова в покой труба назовет, Мы вновь станем строй, И все пойдем на смертный бой. Стань за веру, русская земля, Все мы вести великой державы, Все мы помним заветы отов, Ради знамени, чести и славы, Не щадим обнаглевших врагов, Стань Россия и нравского плена, Дум победы зовет, бой пора, Подними боевые знамена, Пусть гремит к небесам, Клич, ура, 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 И снова в покой труба назовет, Мы вновь станем строй, И все пойдем на смертный бой. Стань за веру, русская земля! Семеро детей в одной семье, Согласитесь, сегодня это большая редкость. В наше время характерна обратная тенденция. Личный эгоизм помрачает разум родителей. Дети становятся нежелательны, Так как мешают личной карьере, Потому что требуют заботы. А ведь при таком образе жизни, Не до детей, Главная забота – это я сам. Вот и оказались забыты Нравственные устои семьи, Которые тщательно оберегались Из века в век В православной семье. Музыка Музыка Это семья, где царит любовь, Уважение взаимное, терпение друг к другу. Самое главное – послушание. И где дети приучаются к послушанию, к любви к Богу, к родителям, Как к поставленным Господом над ними. Да, и должен быть страх обидеть родителей, обидеть Господа. И где Слово Божие насаждается. Не зло насаждается. Вот говорят, что нельзя ребенку насаждать кто-то это, Надо приучать его к тому, что вокруг него, к злу приучать. Это есть наслаждение зла. Когда много детей, это само собой воспитание уже идет. Они притираются друг к другу, они ругаются, ссорятся. Обязательно в каждой семье такое есть, но они знают, что после этого, После того, как они подрались, поругались, обязательно должны просить прощения. Это обязательно. Прощение просить, то есть каяться, раскаяться о своих грехах, они должны это знать. Сейчас распространено вот такое выражение, как планирование семьи. А что по этому поводу вот у нас в православии об этом говорится? Вообще есть ли такое понятие? И как вот вы планируете свою семью? Планирование семьи, по-моему, в православии такого термина вообще нет. Не должно быть. Потому что на все воля Божия. Сколько Господь дает детей, столько надо оставлять. И ни в коем случае не должен быть у женщины, или вот у мужа, или у жены вопрос такой возникать. Сколько у нас должно быть детей? Это грех. То есть таким образом мы можем лишить человека жизни, которая должна здесь засветиться в этом мире? Каждое, это шар человеческий. Это наш долг перед Богом. Потому что мы Богу, Господу Богу нашему, мы ничего не можем дать. Кроме как души. Господь может планировать семью, но не мы. Его дети, не наши. Это дети не наши, это Господь. Он их нам доверяет. Это очень серьезный вопрос. Мы не правы за него, это гордость. Как мы можем планировать семью? И тем более, когда я была бесплодная, мне врачи поставили диагноз бесплодная женщина, я со слезами на глазах от Богородицы, Матери Божьей, просила, я говорю, Матерь Божья, оставь мне, дай мне детей, я оставлю всех. Вот сколько мне дадите, столько я оставлю. У меня даже сейчас вопрос, мне даже страшно, чтобы этот вопрос у меня возникал. Сколько я, страшно. Сколько будет, столько будет. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ